МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство по поручению президента усовершенствовало меру поддержки малообеспеченных семей. Размер выплаты теперь зависит от финансовой ситуации в семье. Он может быть равен половине 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Сегодня направим регионам еще более 6 миллиардов рублей. Дополнительно к почти 305 миллиардам рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Такая поддержка очень важна. Ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности. Параллельно Кабмин занимается развитием системы социального казначейства. По словам Михаила Мишустина, она поможет повысить качество соцподдержки россиян. Система будет персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами. Каждый год 3 декабря жители нашей страны вспоминают подвиги советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях на территории России и за ее пределами. Ко дню неизвестного солдата воспитанники ЦВР возложили цветы к вечному огню. Подробности далее. День неизвестного солдата ежегодно отмечают 3 декабря. В этот день вся страна вспоминает о российских и советских воинах, которые погибли в бою на территории страны и за ее пределами. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно захоронили у стен Московского Кремля. Через несколько лет 8 мая 1967 года там был зажжен вечный огонь в знак памяти всем неизвестным героям Великой Отечественной войны. Эта могила неизвестного солдата у дневных стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю. Здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву. Ребята из молодежно-патриотических объединений и клубов города собрались вместе, чтобы возложить цветы к вечному огню и почтить память павших на войне неизвестных солдат минутой молчания. Из-за пандемии широко отметить этот день не получилось, но даже эта небольшая акция стала важной для каждого участника, как для педагогов, так и для школьников. Современные молодежь все меньше и меньше помнит о тех событиях, которые происходили в нашей истории, в нашем государстве. И подобные патриотические акции позволяют им вспомнить и напомнить о том, что эта часть нашей истории – это важно, и без истории не будет будущего нашей страны. День неизвестного солдата – особый повод вспомнить о героях, безымянные могилы которых находятся по всей стране. Здесь не было торжественных речей о значимости даты. Они были и не нужны. Благодаря такой патриотической работе ребята бережно хранят и чтят родную историю. День неизвестного солдата – это очень важная дата для всей страны, не только для меня. Тот вклад, который внесли солдаты на воинов, его нельзя как-то переоценить. Но мы должны чтить память каждого солдата. Хотя не все солдаты вернулись, не все солдаты смогли быть опознаны их родственниками, их друзьями. Также патриотические акции планируют провести 9 декабря в День Героев Отечества и 11 декабря в День памяти погибших на Северном Кавказе. В Минтрансе отказались от идеи проверять QR-коды при продаже билетов на самолет. Теперь QR-коды потребуют только при регистрации на рейс. Авиакомпания будет заранее присылать пассажирам уведомления о необходимости получить сертификат о вакцинации и код. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госуслуги расскажут гражданам об этапах плановой госпитализации. Соответствующий сервис на базе платформы «Гостех» запустили Минцифры и Фонд обязательного медицинского страхования. Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которую оказывают федеральные медицинские организации. В дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. На этапе запуска сервиса более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование своих пациентов через портал Госуслуг. До конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации. Министерство спорта РФ утвердило список из 3836 физкультурно-спортивных организаций за приобретение оздоровительных услуг, в которых россияне смогут получить налоговый вычет. Полный список размещен на сайте министерства в соответствующем разделе о налоговом вычете за занятия спортом. В него вошли и спортивная школа ИКАР, спортивная школа Олимпийского резерва АТОМ, детско-юношеская спортивная школа Саров. Налоговый вычет за оказанные ими физкультурно-отдоровительные услуги россияне смогут получить уже в 2022 году. Максимальная сумма трат, с которых возможен налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, при этом сумма не должна превышать 15 тысяч рублей. Клуб любительского собаководства «Акбар» запускает благотворительную акцию по сбору игрушек для кошачьих приютов «Подарок пушистику». Дразнилки, каталки, кусалки покупны, либо сделаны своими руками. Акция проходит с 1 по 12 декабря. Принимают подарки в Клубе здоровья и восход, а также в ветеринарном центре «Свой доктор». Подробная информация по телефону 8 991 452 32 72. Время загадывать желания. 4 декабря отмечают интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году – день заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Каждый год 4 декабря Дима Веслобоков берет в руки цветные карандаши и начинает писать письмо Деду Морозу. Желания все время разные. В прошлом году мальчик заказал у волшебника игрушечный подъемный кран, а в этом попросил уже два подарка. Я для Деда Мороза написал два письма для себя и для сестренки Тани. Для себя написал я пожарную часть лего, а для Тани – куклу с соской. Дата для праздника выбрана не случайно. Скоро Новый год и все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов. Везде идет подготовка к главной ночи. Украшаются елки, загораются праздничные огни. И 4 декабря самое время загадывать заветные желания и писать письмо зимнему волшебнику Деду Морозу. Я жду от вас письма, и скоро я сам к вам приду. И к каждому под елочку я положу подарочек, тот, который он захочет. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Никогда не поздно поверить в сказку. Вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. И своих друзей любит и ценит. Я пожелаю вам в этот непростой год самого-самого крепкого, крепчайшего здоровья. Чтобы все были здоровы, улыбались, веселились и всегда верили в чудо. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Около 40 картин, написанные в разных техниках и жанрах, персональная выставка Ольги Шевцовой на крыльях творчества открылась в Молодежном библиотечно-информационном центре. Экспозиция стала творческим отчетом к 60-летнему юбилею художницы. Подробности далее. Выставка на крыльях творчества стала подарком к 60-летнему юбилею художника и преподавателю гимназии номер два Ольги Шевцовой. Ее друзья организовали вернисаж в Молодежном библиотечно-информационном центре. Выставка охватывает все периоды творчества Ольги Борисовны. Среди 40 работ представлены ранние студенческие картины, туристические зарисовки, пейзажные этюды и даже вышивка и рукоделие. У меня в основном натюрморты, пейзажи, есть немножко портретов. Ну, как мастер лоскутного шитья я сейчас тоже расширила свой спектр. Не только лоскутное панно делаю, еще шью одежду. Карнавального плана, разного лоскутного плана. И вот этим летом у меня был показ в Манеже около Красной площади. Уже несколько лет Ольга Борисовна увлекается лоскутным шитьем. И в последнее время даже позиционирует себя как мастер-лоскутник. На выставке самая яркая работа, выполненная в лоскутной технике, «Птица-вещи». Это полотно художница представляла на всероссийском и международном уровнях в Белоруссии, Москве и Чехии. Меня приглашают лоскутники России к себе иногда. Так что я планирую еще новых работ сделать. Особенно вот эту птичью тему, тему полета, тему жар птицы мне очень нравится. Я пока развиваю. Ольга Шевцова также регулярно участвует и в выставке «Художники Сарова». А посетить персональную экспозицию мастера на крыльях творчества в Молодежном библиотечно-информационном центре можно до середины декабря. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Путешествие «Голубой стрелы», «Щелкунчик», музыка нашего кино и «Виртуозы Москвы». На днях в Доме молодежи торжественно открыли виртуальный зал. О том, какие показы ждут саровчан в декабре и январе, расскажем далее. Первые показы виртуального концертного зала можно посмотреть 4 декабря. Всех желающих ждет встреча с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в программе «Музыка нашего кино». 5 декабря мы откроем цикл известной Московской филармонии. Это сказка с оркестром. Мы увидим сказку «Цирк». Это приключения Фунтика. Сказка с оркестром – это когда выдающиеся актеры театра и кино читают нам знакомые сказки, которые сопровождаются иллюстрациями, либо песочной анимацией. В этот раз художественное слово будет в исполнении Евгения Стычкина. 11 декабря зрителей старше 12 лет ждет трансляция «Виртуоза Москвы» от камерного оркестра. Дирижер – Владимир Спиваков. А уже 12 декабря маленьких зрителей старше 6 лет ждет нарисованная сказка «Винни-Пух и все-все-все». Ее прочитает актер театра и кино Сергей Барунов. 18 декабря в 18.00 в субботу нас ждет концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева с программой «В гостях и дома». 19 декабря в воскресенье в 11 утра у нас вновь сказки с оркестром. В этот раз у нас будет «Мэри Попинск». Сказку нам прочитает Нона Гришаева. И, естественно, сопровождать сказку будет симфонический академический оркестр Московской филармонии. Ближе к Новому году зрителей старше 6 лет ждет сказка «Щелкунчик» и «Путешествие голубой стрелы». Более подробнее о трансляциях можно узнать по телефону 98252 или 98259. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою. И в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» со 2 по 5 декабря с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова